Сейчас тут будет весело, насколько, пока непонятно. Это боевые действия. В таких живописных местах сербы воевали с косоварами, албанскими жителями края Косова, объявившего себя независимым от Сербии государством. Киев-Фор, Международные силы под руководством НАТО и российские миротворцы обеспечивали безопасность в регионе. И все это не бред сумасшедшего, это война. Ну, война на самом деле, конечно, не настоящая игрушечная, хотя на мне вот такая вот униформа, жилет и специальные очки, чтобы не задели патроны, не попали в глаза, и чтобы в меня не стреляли, поскольку я сейчас представитель прессы. Здесь происходит игра в страйкбол. Это люди того культурного слоя, которые в детстве не наигрались в войну и переносят ее во взрослой жизни. Это, понятно, не балканский лес, а родной, местный, недалеко от Харькова. И сербы, и косовары, натовцы, русские – все это условные названия. Игроки отыгрывают реальные битвы и войны, но сценарий не предусматривает стопроцентную историческую правдоподобность. То есть в страйкболе вовсе не обязательно одержит верх та сторона, которая в реальной жизни вышла победителем. В Большой майской игре под Харьковом представители практически всей Восточной Украины и Крыма разыгрывали, как говорят сами участники, альтернативное развитие войны в Югославии. Команды должны выполнить задачи, поставленные организаторами. У нас будет задача, так сказать, обеспечения охраны правопорядка, расследования фактов геноцида и борьба страницам наркотрафика, албанскими сепаратистами. Сербы не желают присутствия контингента НАТО на своей земле, а косовары вообще отвязанные ребята. Они против всех и дружат ли воюют в зависимости от ситуации. Главное их занятие – наркотрафик. Какая у вас задача? У нас задача уничтожить караван. Косовары хитрят и пытаются договориться. В данном случае с представителями международных сил. Я большой начальник, это моя просто охрана. Время сложное очень. Мне главный нужен, мне командир нужен ваш. Сейчас тебе будет командир. Начальник, у меня есть интересная информация. Ко нам приходили русские, просили возможности сопроводить их конвой. Нет, не нуждаемся мы пока в твоей информации. Ну, как хотите. Иди с Богом, добрый человек. Хорошо, дорогие мои. Игра идет по всем правилам военного искусства. С рекогносировкой местности, разведкой и засадами. Время от времени противоборствующие стороны вступают в вооруженные столкновения. Откуда это применение? Край не... что это? Край не угол, прям. Отлично. Все происходит всерьез. И переговоры, и стрельба. Участники ведут себя так, будто это самые настоящие боевые действия, а не игра. Разве что, в отличие от реальности, убитые на этой войне воскресают. Убили меня гранатой. Закинули на второй этаж, я находился напротив лестницы, держал лестницу, начал давить огнем противника, и тут граната меня снесла. Страйкбол вообще дело серьезное. На участниках экипировка идентичны настоящие, а иногда и самое, что ни на есть настоящие, скажем, российское или какой-то из стран НАТО. По словам участников игры, на снаряжение и вооружение уходит 3-4 тысячи гривен, если это реплики копии, а настоящее обмундирование, например, морпеха США, может обойтись и в 10 тысяч долларов. То же и с вооружением, оно практически идентично настоящему, разве что стреляет не патронами, а шариками. Ощущения при попадании, особенно с близкого расстояния, неприятные. Используются в страйкболе и гранаты. Внутри мы имеем мощную петарду, а вокруг нее закрученный элемент шариков, поражающий элемент. Мы дергаем за кольцо, и идет энная задержка, она поджег петарды, мы кидаем гранату, и происходит подрыв. Играют, как правило, на той стороне, которой сочувствуют в реальной жизни, говорят страйкболисты. Студент исторического факультета Каразинского университета Игорь Шульгач в игре по югославским событиям на стороне сербов. Ведь идешь играть за того, кто тебе ближе. Если бы была сейчас иракская кампания, я бы, конечно, пошел за американцев. Если бы сейчас была там чеченская кампания, я бы пошел за русских. За кого приятнее тебе играть, кем приятнее тебе себя ощущать. Владимир Корниенко из команды «Кандагар». Она входит в лагерь косоваров. Участники «Кандагара» моделируют пуштунов и талибов. Я больше симпатизирую им, чем, допустим, всевозможным проамериканским движением, проевропейским, пронатовским. То есть, как бы я считаю, что, ну, это лично мое мнение, что все-таки правда на их стороне. Страйкбол играет не только, чтобы почувствовать себя в шкуре бойца той или иной армии. Прежде всего здесь получают все то, чего недостает в мирной жизни. Впрочем, сами страйкболисты признаются, что не имеют никакого желания вместо игрушечной войны идти на настоящую. Я думаю, что, ну, те, кто играет в страйкбол, ну, может, малые проценты пошел бы. Многие вряд ли добровольно согласились бы участвовать в боевых действиях. Страйкболисты не переносят агрессию за пределы игры, выверяет организатор Харьковских Игры Санта. Да и бои проходят без особой жестокости по отношению к условному противнику. Все в пределах допустимого. Уважение и честность, пожалуй, два основных принципа страйкбола. Ну, а главное для всех играющих в эту мужскую несмертельную игру – это отличная возможность отдохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok